Приветики, мольбертики, дорогие друзья! Я решила, что каждый понедельник буду делать выпуск, но сейчас у меня среда. И за понедельник и вторник я успела, мало того, что дописать всю эту серию картин на картоне, да и к тому же я успела заказать три рамки в последний день распродажи IKEA. Каждая рамка стоит 1000 рублей и доставка 900 рублей. То есть, итого у меня вышло 3 900 на эти рамки. Они придут 26 августа, но они очень крутые. Мне кажется, это так балдежно будет выглядеть, но посмотрим. К серии тому, что я хотела рассказывать вам про свои лайфхаки из жизни, я очень сильно люблю мониторить Авито, в поиске каких-нибудь сладких цен на новые товары. Просто бывают люди, у которых что-то дома залежалось, и они максимум по дешевке отдают. И ты такая, типа, блин, Темпера 46 миллилитров 10 цветов за 1000 рублей. Пофиг, что это другой конец Москвы, но тем не менее я за ним еду. Также я в эти выходные помимо Темпера смогла купить новейший Мольберт за 900 рублей. Новый, вкусный, офигенный Мольберт. И вчера я ездила за пятью холстами лен, туюкан. Это просто трэш. Пять холстов, туюкан. Лен плюс хлопок. Где-то просто лен, где-то просто хлопок. В итоге это всего на 3000 всего лишь вышло. Но тяжело их тащить, вообще капец. Зато место красивое. Представляете, какие цены иногда можно найти. И вот каждый день я захожу на Авито, смотрю, есть ли что-то такое, приглядываю, смотрю, где подвох или еще что-то. Анализирую другие объявления. Только после этого я выбираю объявления и выезжаю. Так что пользуйтесь. Но на самом деле в Уфе, ну может я в Уфе меньше анализировала Авито, но тем не менее в Уфе я реже могла найти такие объявления. Потому что может город меньше или еще что-то. Но в Москве Авито в принципе кишит всем. В общем, я не знаю, когда я научусь держать ровно эту камеру, но надеюсь, сейчас видно, что я тут сняла. Сколько сейчас здорово это получится показать. Но давайте я вместе с вами сейчас сделаю эскид для следующей небольшой картины. Также 40-50 размер ее будет. Вот. Для этого нам нужен будет Пинтерест. Так, я захожу в раздел для скетча, в свой раздел. Здесь у меня есть сохраненные фотки людей, которые мне когда-либо нравились, которые я хотела или уже рисовала. Здесь есть раздел еще другие идеи. Они собираются по тем идеям, которые вы ранее сохраняли. И мы смотрим здесь с вами фотки. Ну, допустим, мне может понравиться вот это. Я ее сохраняю. Здесь вот раздел для скетча. Она сюда сохраняется. Но также мне, допустим, нравится вот эта хороша. Просто вот так вот, знаете, картинка, которая откликнулась у вас в душе. Кликайте на сохранить, и она у вас будет. Ну, ладно, окей, я до этого ранее сохранила девушку. Вот, мы только что вот эту сохранили. Вот эту, и вот эту мне понравилось. Я ее сохраняю себе на комп. И дальше мы идем искать в раздел животные. Также другие идеи. Где господи, какая милота? Мой раздел животных. Сначала шли нормальные, серьезные фотки животных, а потом я такая, господи, что за милота? Что это? Вот, в итоге у меня сейчас этот раздел превратился в немного упоротых, мемных животных. И поэтому, когда мы заходим на другие идеи, здесь вообще какой-то полный трэш. Так что давайте искать по-другому. Я свои картинки также добавляю в Pinterest, если они кому-то могут понадобиться или чем-то помочь. И давайте думать... Опять ты, опять! Он таки преследует. Кто у нас может сочетаться с той девушкой? Вот знаете, как это у меня еще происходит? Я смотрю, какое настроение у нее и так далее. Вот я почему-то сразу подумала о сове. Может, сову рядом еще с ней нарисовать? Вот, то есть, вот так вот, когда какие-то ассоциации такие выходят, я их изображаю. Ничего сложного, просто понаить ее. В итоге я расшила все-таки написать животное и сова. Немного полистала и увидела вот этот ракурс интересный. После этого ракурса начала низ листать, и вот самая первая фотка мне тоже очень понравилась. Вот я ее уже себе сохранила. И вот здесь ниже можно искать подобные ракурсы, которые вам нравятся. Ну, либо использовать подобные ракурсы в дальнейшей своей работе, чтобы увидеть другой угол, ракурс этого животного. И сейчас мы будем это компоновать. Для этого я захожу в Procreate и создаю здесь холст. Сразу же 4000 на 5000 пикселей, потому что холст у меня размера 40 на 50. Добавляю сюда фотографии. Сначала девушку, Филина, сова, кто это там. Удаляю лишний фон. Так, вот я, в принципе, сделала свою идею, как что должно находиться. Эта работа будет максимально экспериментальная. Я еще не знаю, что у меня будет в конце, но холст я уже подготовила, задонировала серый цвет. И хочу сейчас пойти в мастерскую, чтобы сделать вот такие вот штрихи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я завершила эту экспериментальную работу, и думаю, эксперимент удался. Результат, в принципе, мне нравится. Такая красота, в общем, получилась. Мне очень нравится. Рамки Икея просто творят чудеса. Такая прелесть. Все так сразу объединила вот единую общую композицию. Кайф. Я поехала. Сейчас я еду в Зонкат. Там будет день рождения одной девочки, и совместно с ней, с ее друзьями нужно будет расписать стену. И я взяла с собой ноутбук, проектор, провода, краски, всякое такое. И меня действительно рюкзак перевешивает назад. Это просто жесть. В общем, ну, я всеми силами доеду. Надеюсь, я не закончусь, и мои позвонки не сотрутся хорошо. Все нормально. Я иду мимо кладбища. В садовое товарищество. О, боже, что-то интересное. Как мне обратно отсюда уходить поздно вечером? Слушайте, не, серьезно. Я думаю, вечером меня кто-то должен будет обратно отвезти, хотя бы до метро. Я ведь тут потеряюсь. Можешь, смотри, в принципе, не особо детализировать. Ну, вот, вот так вот делать. Вот, видишь, где-то вот такие вкрапления. По чуть-чуть. У него там не вот каждое, а вот если особенность какая-то есть такая, просто вот так вот делаешь. Да-да. У нас личный ход. Вообще красавица была у тебя. Красавица была очень ласковая. Ты вообще умеешь рисовать, да? Да. Ты их приходила куда-нибудь? Ой, не, я сама-учка. Там мама начала рисовать там порой. Потом, конечно, забросила, но рисовала. Кстати, Ваня, Ваня зовут это Ножду. Который тоже в вашу принятие, да? Да, он же Ножду. Только Ваня любит. Потому что и другие там все по отпускам. Все без радости, но... Что там за мной? А, это ты? Что? Что? Угу. А у меня тоже день рождения лет, но я помню в детстве тоже у меня на команде день рождения не было, потому что все в моем езде. Ой, да. Только один чувак. Вот. А до куда дотянешься, вот смотри, вот эта полоска за нее не выходить. Здесь, хорошо? Здесь, в этом контуре, в буквальном месте. Попробуем. На самом верху. Смотри. 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 У тебя вот видишь, где край? Да. Вот это? Да. И давай... Прости, что... Ну, походи, нет, я вот так скажу. Вот смотри. Да. Мы договорились, что будем делать вот три линии из-за края. Угу. Поэтому, вот, до края, когда будешь доводить, чтобы линия вот такая была. Крыли из-за края, хорошо? Угу. Вот. И наверху там же день рождения. Угу. Вот так вот? Угу. По прямой. Сможешь, примерно, глаза напрямую провести? Как там строитель называется, который красит? Маляр. А, да. Маляр. 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 Время четыре часа. Я здесь с одиннадцати, то есть я здесь уже пять часов. Работы много. Надеюсь, я все успею, потому что возвращаться сюда не хочется, потому что это далеко. Ах. Пока вот так. Маляр. 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 Субтитры сделал DimaTorzok А, две минуты, так, сиди, как раз, видите? В итоге мы нарисовали этот рисунок за 7 часов. К сожалению, я не под запись у них спросила, какие у них эмоции относительно всего этого мастер-класса. Им безумно это понравилось, и они хотят у родителей попросить еще пару стен в их коттедже, чтобы они на них что-нибудь порисовали. Эмоции у них реально были очень клевые, у родственников тоже, там потом еще и вся родня присоединилась посмотреть на все это творчество. Им безумно понравилось, и под конец, кстати, этой картины, каждый свои инициалы или какую-то подпись поставил внизу картины. То есть там всего было 4 подписи в углу картины. Якобы этому все вместе такое полотно написали. С детьми работать на самом деле вообще нормально. Я не знаю, почему у меня раньше какие-то были неприятные стереотипы о них, то, что это мозговыносящий процесс, то, что за ними очень сложно следить и так далее. На самом деле нет, вообще все отлично. Может дети воспитанные попались, может я себе просто лишнего накрутила, но на самом деле вообще все шикарно прошло. А еще в целом вообще весь день прошел шикарно, все было отлично, хорошо пообщались, милые девочки, все шикарно было. Единственное, один момент. У меня очень плохая память на имена. Либо я просто под конец устала, и мой мозг решил, все, я отключаюсь. Короче, маленькую девочку звали Маргарита, а именинница Василиса. Поначалу, я посмотрела на всех видеозаписях, я обращалась к Василису, но под конец, когда там уже нужно было и с родителями пообщаться и так далее, я начала уже говорить Виолетта несколько раз. А Виолетта молчит. Ей типа нормально, а родители потом мне спросили, извините, а Виолетта, вы к кому обращаетесь? Я такая, блин, как неловко. Ну, казалось бы, обычная ситуация, да? Наверное. Но тем не менее, моя совесть меня очень сильно за что-либо гложет. Ну, если я где-то немного ошиблась, либо не накосячила, либо какая-то постыдная немного ситуация, то я потом об этом постоянно все мозги себе выношу. И мне так неловко от этого. В общем, надеюсь, я одна единственная такая. Как-то надо исправлять этот момент. Хоть даже если и есть понимание, что в принципе ничего особенного-то и не произошло. Вывод всего этого выпуска. Анализируйте Авито, экспериментируйте и запоминайте имена, с кем вы проводите мастер-класс и вообще с кем вы общаетесь. До новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайк. Я буду вас ждать и буду рада вашим комментариям, если вы можете мне что-то адаптировать лучше или напишите, что же сделать качественнее и интереснее.